Никакого ответа, его можно ждать долго, ведь именно в этой квартире живет человек, который провел самовольное строительство тамбура на этаже без разрешительных документов и без согласия соседей своего дома. И вследствие чего из-за этих работ, из-за того, что он вырезал кусок стены у соседей, пошли трещины в квартирах. Улица Вильямса, 56А. Этот дом не могли достроить более 15 лет. Недавно квартиры стали заселять и ремонт у всех свежий. Беда пришла, откуда не ждали, с 10 этажа. Документов никто не предоставил, то есть это полная самоволка. Во-первых. Во-вторых, смотрите внимательно, посмотрите, пожалуйста. Тут идут коммуникации, тут пустота. Тут идут тоже вот, ну, щитовая, да, то есть фактически. Это идет 50 сантиметров стена, 4 кирпича. Значит, она для чего-то сделана. Он вчера вечером в 11 часов вот это все закидывал. Я сняла, у меня есть доказательства, видео, фото. Вот. Тут оно доходит буквально вот тоненькая стойка. Это все кипсокартон. Скажите, пожалуйста, на чем это держится? Люди обратились к председателю СМД и позвонили в полицию. Также направили заявление в ГАСК. Оказалось, действительно, никакого согласования горе-архитектор не получал и самовольно начал устанавливать тамбур в несущей стене. Проблема состоит в том, что такие работы относятся к реконструкции. Для проведения таких работ необходимо серьезная проектная документация, техническое сопровождение. После этого заявление в правление ОСМД, так как даже оградительная конструкция, они относятся к общей собственности ОСМД. Кроме того, работы проводились без согласия соседей. Необходимо было получить более половины голосов собственников квартиры. Их всего свыше 300. В результате этого трещины стали появляться и в парадной, и в квартирах. Вот это трещало. Это тоже появилось? Это трещало. И она усилилась или нет? Она сразу так встала и все на место. И пошла вдоль, я смотрю, да? О, я там не видел, я ел только досюда. Отсюда, снизу. А я ел только досюда, о-о-о-о. Вот пошли тоже трещины, мы вчера видели. Вот, смотрите. Смотрите. Это видно не вооруженным взглядом. Ширина где-то от 3 до 5 мм. Этого не было. И вздулись все эти штуки. Вон, до конца, видите? И покажите вот еще то, что вот здесь. Вот это тоже? Да, там тоже. Отошло. Ого. Вот тут очень сильно отошло еще. Жители беспокоятся, что трещин с каждым днем будет становиться все больше. Кто им это все восстановит? Если нерадивый сосед не исправит ситуацию, придется подавать в суд. Ну вот произошла трещина. Произошел щелчок. Потому что дом сухой, лето, жарко. Только сухая, он еще. Как далеко эта трещина пошла? Покажите мне. Ну вот, начала. Вот, 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 вот она. Что будет завтра, я не знаю. О, кстати, вот, вот она, вот она. Вот она, дорогая идет. Это уже? Этого вчера не было. Ну и это еще не все. Оказалось, что инициатор беспредела еще и забаррикадировал путь в лифт. А он ходит только до 10 этажа. Таким образом, сосед-инвалид с 11-го оказался отрезан от жизни. Как выяснилось, человека, который затеял самовольную установку тамбура, зовут Александр Медведев. Его супруга ранее была председателем УСМД. Ее уволили жители голосованием за многочисленные нарушения. Также горе-строитель является директором лифтовой компании, которая обслуживает дом. С ним будут разрывать договор. Так как, как мы видим, лифты используются в личных целях, то есть позволяют себе осуществлять, вернее, препятствовать по собственному желанию, что лифт ходит то до 9-го этажа, то до 10-го. То есть это все используется в личных целях. Поэтому мы рассматриваем и сегодня у нас заседание правления. Мы будем рассматривать вопрос о смене лифтовой организации. Люди будут ждать разбирательства ГАСКО, извинения от соседа и уже как минимум косметического ремонта в квартирах. Дмитрий Богомолов, Диана Деревенчук, Игорь Лапчевский, телеканал Репортер.